Дорогие друзья, в этом видео мы разберем с вами форму N-400 Application for Naturalization Эта форма действительно с 2023 по 2025 год По окончанию этого видео вы будете хорошо понимать каждую часть этой анкеты Вы будете понимать каждый вопрос Почему это важно? Потому что если вы понимаете каждый вопрос, вы правильно сможете, во-первых, заполнить свою анкету Во-вторых, выучить этот вопрос и, в-третьих, правильно ответить офицеру Смотрите, пожалуйста, это видео, запоминайте вопросы и ответы Для того, чтобы получить паспорт гражданина Соединенных Штатов с первого раза Дорогие друзья, приглашаю вас на подготовку к интервью на гражданство В Соединенных Штатах Америки вместе со мной За годы успешной подготовки моих студентов выработалась четкая система Как помочь человеку, даже с нулевым английским, пройти интервью на гражданство И получить паспорт Соединенных Штатов Америки с первого раза Ребята, часть 12-я, это хорошая часть, это часть о ваших детках, я ее очень люблю Information about your children, информация о ваших детках Посмотрите, пожалуйста, что я хочу, чтобы вы здесь запомнили Смотрите, children who are alive, дети, которые живы сейчас Missing children, это без вести, не дай бог, пропавшие детки Diseased, умершие детки Children born in the United States, детки, рожденные в Соединенных Штатах Америки Or in other countries, или в других странах Children under 18 years of age, детки до 18 Или older, или старше Children who are currently married, если ваши детки уже женились Или они unmarried, или они не женаты Детки, которые living with you, живут с вами Или детки, которые живут где-то еще Ребята, вот эти stepchildren, это детки, которых вы официально усыновили И это дети вашего мужа, например, или жены И вы документально взяли этих детей И эти детки стали приемные Stepchildren Или это детки, которых вы взяли из детдома Legal adopted children, официально адаптированные Да, легально усыновленные Значит, или это детки, которые у вас появились, когда вы were not married Когда вы были не женаты Ребята, всех вот этих деток вы должны указать здесь Независимо В браке, не в браке, в Америке, не в Америке Просят indicate your total number of children Укажите общее количество ваших деток Какие бы они у вас не были, вы их указывайте Ребята, дальше идет Просят информацию о ваших детках Смотрите Настоящее юридическое имя Да, вашего ребенка И отчество Страна рождения Дата рождения Страна рождения И номер, если он есть Добро пожаловать на наш канал По подготовке к интервью на гражданство Подпишись на канал Потому что здесь ты найдешь абсолютно всю информацию Чтобы успешно пройти интервью на гражданство В Соединенных Штатах Америки Лайкай видео, если оно тебе полезно Потом, безусловно, вам нужно дать Номер улицы, название улицы Город, каунти и штат Где живет ваш ребеночек Если ваш ребеночек живет не на территории Соединенных Штатов То вы даете вот здесь Вот здесь информацию Например, где живет ребенок А вот в этой графе Вы даете информацию Что ваш ребеночек, например, в Белоруссии живет И вы провинцию даете Поустел-код, зип-код И страну, например, Белоруссия Напишите Ребята, на что я хочу обратить внимание Я хочу обратить внимание на вот это слово Relationship Ребята, у вас офицер 150 раз будет спрашивать О ваших отношениях с вашим ребеночком Посмотрите, ребята, есть только три вида отношения Ваш ребеночек может быть биологическим ребеночком То есть вы рожали его вместе со своим супругом Супругой Он может быть приемным ребеночком И он может быть взятым из детского дома Легали адоптит ребеночком Никаких других ребеночек у вас быть не может, ребята Поэтому, когда спрашивает офицер What is your daughter's relationship to you? Вам нужно написать один из вот этих трех Если вы заполняете анкету, один из вот этих трех Ни в коем случае нельзя написать просто Sun или просто Dota Это не говорит ни о чем Вам дали, как это должно быть записано И вы должны это записать правильно Дорогие друзья, мало просто выучить слова Мало просто написать это все Мало просто знать Это все должно прийти в такую натуральную, знаете, беседу с офицером По всем частям анкеты И я очень успешно Не хочу хвастаться Но реально мой опыт и мой уровень образования Выводят людей на очень высокий уровень И я умею подготовить человека к интервью на гражданство Не рискуйте, приходите, пожалуйста У нас очень демократическая цена по подготовке И я знаю, что эту цену может позволить себе любой человек, который живет в Америке Приходите, пожалуйста, к нам Мы работаем по всем штатам в Соединенных Штатах Америки И я сделаю максимум возможного, чтобы вы четко, правильно, грамотно выучили это все Пошли и прошли интервью Звоните нам, пожалуйста, по телефону 954-470-3588 Записывайтесь на консультацию Записывайтесь на вводное занятие Приходите к нам на групповые занятия И мы с вами начнем готовиться по гражданству И, конечно, получим паспорт Соединенных Штатов Америки Как очень важный документ Который поменяет, безусловно, вашу жизнь Улучшит ваш статус в Америке Дорогие друзья, вы то же самое напишите по пункту B Если у вас, например, трое деток Вы напишите всю информацию по всем троим деткам Не забудьте то, что я вам говорила Relationship Помните, это биологические детки Это приемные и усыновленные детки Вот в этой графе должны быть Вся информация должна быть вот тут Учтите, что вам нужно будет это все рассказать офицеру Ребята, конечно же, это адрес каждого ребеночка Если у вас, например, несколько деток Вы записываете в анкету всех ваших деток Как только у вас заканчивается анкета Но еще есть детки Допустим, у вас есть усыновленные или приемные Вы берете на дополнительных листиках бумаги Все это от руки, ручечкой пишете В соответствии с анкетой И все будет у вас в порядке Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!